здравствуйте и опять снимаю видео в машине ладно давайте ближе к делу сегодня будет очень крутая техника ребят пожалуйста вот пожалуйста я сейчас очень серьезно говорю когда я говорю очень крутая техника это значит что действительно техника крутая и значит что эту технику нужно записать законспектировать и начать уже включать внедрять сегодня ну либо завтра либо послезавтра когда у вас возникнет именно такая ситуация техника называется изнутри наружу и эту технику вы будете применять в определенных ситуациях когда вы начинаете и продолжаете общение с человеком у вас могут включаться негативные автоматические мысли в вашей голове и возможно у вас могут включаться какие-то негативные эмоции в теле и когда вы общаетесь у вас может часто биться сердце то есть у вас есть какие-то определенные физиологические реакции у вас зажимается тело вы скованы у вас какое-то напряжение или все вместе подытожим когда вас накрывают симптомы застенчивости может быть социальной тревожности одним словом у вас включается напряжение во время общения с человеком либо во время общения с группой то есть вы определили эти симптомы у себя да вы поняли что вот сейчас у меня включилась застенчивость и вы начинаете работать с этой техникой вы включаете эту технику и теперь записывайте записывайте прямо сейчас давайте давайте уже пора пора записывать да ваша задача когда вас накрывает симптомы застенчивости переключить внимание на определенные вещи первое вам нужно переключить внимание на собеседника или вы можете переключить внимание на происходящее вокруг ok давайте пример я нахожусь в группе людей и там идет какая-то тусовка я пришел на какую-то тусовку и у меня включается определенные симптомы застенчивости у меня горло сжимается я ускоряюсь я быстрее начинаю двигаться у меня зажатости и мозг отключается и все что мне нужно сделать это не убегать свой смартфон не нужно куда-то там бежать переодевать ботинки или каким-то образом себя чем-то занять нет нужно остановиться либо замедлиться опять же техника на моем есть канале как нужно замедлиться как правильно замедляться каких-то определенных ситуациях да вообще всех ситуациях где у вас есть тревожность и после того как я замедлился я переключаю внимание на что например я вижу своего друга либо знакомого я переключаю внимание на него и начинаю с ним общаться второй вариант я переключаю на внешне что я вижу я вижу я во-первых слышу музыку во вторых я вижу людей я вглядываюсь в чем они одеты я наблюдаю за этими людьми я смотрю какой здесь антураж какой здесь интерьер я смотрю на все то есть я стараюсь выйти из состояния внутри которым я нахожусь и меня накрывает переживание и напряжение я переключаю внимание наружу на людей которые меня окружают либо на обстановку которая окружает меня это первый вариант второй вариант я общаюсь с девушкой либо может быть это начальник или может быть я нахожусь на собеседовании либо это какой-то значимый человек и вот я общаюсь и меня опять накрывает симптомы застенчивости у меня горло выключается у меня напряжение в теле сердце начинает учащенно биться и в этот момент мне нужно переключить максимально все свое внимание не на свои симптомы а на собеседника на девушку на начальника на человека который меня собеседует на значимого человека максимально переключая внимание туда я слушаю о чем он говорит я слушаю как он говорит как этот человек одет я переключаю внимание на одежду либо я переключаю внимание на внешнее где я нахожусь что это за цвет обоев что это за потолок я максимально переключаю внимание туда и кто-то может мне задать вопрос дима окей хорошо а что значит переключить внимание ну вот я переключил а что значит переключить внимание на собеседника. И что дальше? Вот я смотрю на него. И что? Чтобы эффективно переключить внимание на собеседника, вам нужно не просто наблюдать за ним, а нужно задавать вопросы ему. И вопросы задавать, которые нравятся собеседнику. Опять же, после того, как вы задали ему вопрос, вы говорите о своем мнении. Опять же, про петлю общения есть отдельное видео на моем канале. Посмотрите, как ее включать, как ее применять. Все об этом есть. Суть одна. Переключайте внимание активно. То есть, вы активно слушаете, активно задаете вопросы и добавляете что-то от себя. Это вы переключили внимание на собеседника. Опять же, когда вы переключаете внимание на внешнее, то, что происходит, вы тоже можете это озвучивать. То есть, вы не просто посмотрели, ага, хорошо, белые обои. Это вообще не обои, это просто белые стены. Я вижу стол, я вижу стул, я вижу бомжа. И что делать дальше с этим всем? Озвучивайте это. Скажите, интересный здесь интерьер, если здесь что-то есть интересно. Если здесь вообще ничего не цепляет, тогда вы тоже об этом говорите. Какая-то здесь обстановка слишком нейтральная. То есть, вы можете обсудить, либо просто поднять тему о том, где вы находитесь. А можете задать вопрос собеседнику о каком-то предмете, который вы увидели где-то рядом с вами. И давайте все вместе подытожим. Если у вас включаются симптомы застенчивости, либо социальной тревожности, ну, самые частые симптомы это напряжение в теле в определенных каких-то местах, это выключается ваше горло, может быть, ноги напрягаются, либо они начинают дрожать, может быть, руки начинают дрожать. Вы не можете говорить, либо вы быстро говорите. Опять же, вы, может быть, быстро двигаетесь, либо вообще не двигаетесь. У вас сердце начинает учащенно биться, у вас включаются негативные эмоции и автоматические негативные мысли. То есть, вы знаете симптомы своей застенчивости. И вот, как только это состояние подступает, ваша задача переключить внимание на собеседника, активно переключить внимание, либо переключить внимание на внешнее, то, что вас окружает. И тоже это сделать активно. Ну, и на сегодня все. Я надеюсь, эта техника вам пригодится, потому что она действительно очень эффективно работает от симптомов застенчивости. Просто поймите, когда вас накрывают определенные симптомы, вы зацикливаетесь на этих симптомах, и они начинают еще сильнее усиливаться. Вы начинаете паниковать, что эти симптомы начинают усиливаться, либо вы опасаетесь, что эти симптомы станут больше. И они становятся больше, потому что вы погрузились в себя, внутрь себя. И чем больше вы погрузились внутрь себя, чем больше вы концентрируетесь на этих симптомах, при этом вы хотите от этих симптомов избавиться, тем больше эти симптомы проявляют себя, и они начинают уже проявляться снаружи. Вы включаете панику, соответственно, вы вообще замираете и больше ничего не говорите, потому что понимаете, что сейчас вы запалитесь. Люди увидят, что вы сейчас застенчивы, и поэтому вам нужно предупредить это состояние. Вот-вот-вот уже накрывает-накрывает, оп, мы переключаемся во внешнее. Мы снаружи, мы максимально снаружи, насколько это возможно. Минуточку внимания. Мы не убегаем от симптомов, мы переключаем внимание, мы не фокусируемся на том, что происходит здесь. Мы позволяем этому состоянию быть внутри себя, но фокусируемся мы в любом случае, либо на собеседнике, либо на внешнем. И, как всегда, я напоминаю, что если вам нравятся такие видео, если вы хотите, чтобы больше выходило таких классных видео против застенчивости, против социальной тревожности, либо на раскрепощение себя, чтобы вы чувствовали себя намного свободно в общественных местах, либо в какой-то тусовке, то обязательно подпишитесь на этот канал. Это меня мотивирует, и я еще больше буду снимать таких видео. Поставьте лайк под этим видео. Напишите комментарий. Дима, это было классно. Спасибо. Либо вы можете написать, как вы справляетесь со своей застенчивостью. Желательно, чтобы вы написали, конечно, эффективную методику, которая вам помогает. И напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, у меня есть паблик, там тоже много полезной, классной информации, которую вы тоже можете применить уже сегодня. И также у меня есть личная страница. Зайдите на огонек, посмотрите, чем я занимаюсь, помимо того, что я снимаю видосы. И все. 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 Мне кажется, что некоторые думают, что я вообще живу только в машине, или моя работа происходит только в машине. Тебе не кажется, что слишком много видео стало в машине? SO united Субтитры сделал DimaTorzok